Вечер в Владимире продолжает рубрика на первом плане. Сегодня на первом плане то, что происходит в финансовом секторе нашего региона. Охотно ли владимирцы берут кредиты, доверяют ли банкам и вкладывают ли в них свои деньги. Об этом сегодня узнаем у эксперта в нашей студии, управляющей отделением по Владимирской области, главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Надежда Викторовна Калашникова. Надежда Викторовна, добрый вечер. Добрый вечер, Екатерина. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Надежда Викторовна, давайте начнем с понятия, что такое мегарегулятор. Я напомню нашим зрителям, в 2013 году, в сентябре, Центробанк стал единым регулятором на финансовом рынке. Что это значит, давайте вспомним. На самом деле, 4 года назад мы стали мегарегулятором в сентябре 2013 года. К тем задачам, которые Банк России выполнял, традиционно добавились новые задачи. Ранее Банк России выполнял задачи укрепления и защиты рубля, развития банковского сектора и обеспечения его стабильности. Развитие и обеспечение стабильности национальной платежной системы. Сейчас добавились новые задачи. Это развитие финансового рынка и обеспечение его стабильности. То есть, все, что происходит сейчас во всех финансовых организациях нашего региона, Центробанк в курсе всего? Абсолютно верно. Сколько же кредитных организаций сейчас в регионе? На сегодняшний день в регионе работают 48 кредитных организаций. Это несколько меньше, чем годом ранее. В прошлом году их было 56. Но связано сокращение кредитных организаций прежде всего с оптимизацией расходов кредитных организаций по их функционированию. На сегодняшний день в регионе расположено 344 точки присутствия кредитных организаций. Из них это одна самостоятельная кредитная организация, 7 филиалов и остальные внутренние структурные подразделения. Если говорить по точкам присутствия, то они сократились тоже на 43 точки присутствия. То есть это в принципе связано с кризисом, о котором мы уже второй или третий год говорим? Или это не связано с ним? Скорее всего связано, потому что до кризиса в регионах была экспансия и на региональных кредитных организаций. Но теперь экспансия прекратилась, но мы по-прежнему остаемся финансово привлекательным регионом для кредитных организаций из других регионов. Поэтому 48 точек, которые открыли кредитные организации, это достаточно большая цифра. Надежда Викторовна, а какова ситуация с вкладами населения? Несет ли народ свои деньги, сбережения, кровные, в банке, доверяет им? Вы знаете, Екатерина, у нас сохраняется сберегательная модель поведения населения в регионе. Банкам по-прежнему доверяют, по-прежнему средства, физические лица активно размещают в кредитных организациях. И если говорить о том, что у нас привлеченные средства в целом по банковскому сектору, по физическим и юридическим лицам выросли на 7%, то 80% в их составе составляют вклады физических лиц. Такая ситуация на протяжении двух лет остается стабильной. И я хочу сказать, что это прежде всего связано с тем, что эффективно работает закон о страховании вкладов физических лиц. Вы знаете, что вклады на сумму 1,4 млн обеспечены у нас и гарантированы государством. С одной стороны, люди несут в банке деньги, с другой стороны, кредитная история, когда люди занимают у банка деньги. Если говорить о тенденции на рынке кредитования в регионе, что сейчас можно сказать? Ну, сложилась у нас такая ситуация, достаточно интересная. У нас объем привлеченных ресурсов превышает объем размещенных ресурсов. То есть средства в регионе есть. На сегодняшний день превышение составляет 40 млрд рублей. Годом ранее такая цифра была 20 млрд рублей. Это означает, что при возможности сохранения денежных средств населением у нас появляются долгосрочные ресурсы для инвестирования в экономику региона. На сегодняшний день у нас на рынке работает порядка 133 кредитных организаций, которые размещают, именно выдают кредиты населению и юридическим лицам. И если я сказала ранее, что 48 кредитных организаций имеют точки присутствия в регионе, остальные кредитные организации кредитуют заемщиков Владимирской области, не имея точек присутствия в регионе. То есть мы являемся финансово привлекательными. Если говорить об объемах кредитных вложений, то они пока не достигли докризисного уровня. Задолженность на 1 апреля у нас сложилась в размере 97% к предыдущему периоду. И сумма ее составляет 172 млрд рублей. Ну это такая внушительная цифра для региона. То есть это то, что заняли, но пока не погасили кредиты, правильно? Да, это задолженность. Если говорить о выдаче, то выдача тоже пока не достигла докризисного уровня. И если говорить по отношению к предыдущему году, опять сохраняется отрицательная зона. Пока мы выдаем чуть меньше. Но я хочу отметить, что в марте отмечена позитивная динамика. В марте мы выдали на 14% больше банковской системы, чем в феврале. Это свидетельствует о позитивном характере кредитования. И еще хотела добавить, что мы регулярно проводим мониторинг условий банковского кредитования. И вот по ожиданиям участников опросов на следующие три месяца ожидается у нас позитивная динамика в кредитовании. Особенно отмечается кредитование крупного корпоративного бизнеса. У нас в регионе до сих пор есть очень интересные инвестиционные проекты в промышленности, сельском хозяйстве. И ожидается, что будет активизация кредитования именно в этих направлениях. Прежде всего связывается активизация кредитования участниками опросов с тем, что у нас будут снижаться процентные ставки. Основой является конкуренция между кредитными организациями и политика Банка России по снижению процентных ставок. То есть вы работаете в этом направлении для того, чтобы организациям было выгодно, и они не боялись брать кредиты, правильно? Получается так. Все правильно, Екатерина. Если ставки снижаются, действительно, как-то спокойнее за завтрашний день. А какие отрасли экономики получили наибольшее количество сот за последний год? Кто наиболее уверенно стоит, что называется, на ногах, и как раз таки уверен в завтрашний день? Если говорить о доминирующем положении в задолженности, то у нас в кредитном портфеле наибольший удельный вес занимают кредиты, выданные предприятиям обрабатывающих производств. Это порядка 63%. В оптовую и розничную торговлю и сельское хозяйство выдано порядка 11%. Ну тоже такие значительные цифры. Если говорить о выдаче, то за первый квартал наибольшее количество суд выдано как раз предприятиям обрабатывающих производств. Что обрабатывают? Лес? Что еще? Это в основном предприятия, производящие пищевые продукты, производящие машины, оборудование, стекло. То есть те предприятия, которые являются точками экономического роста в регионе. Если говорить о потребительском кредитовании, что там происходит? В потребительском кредитовании наблюдается оживление в последнее время. И это прежде всего связано с тем, что в отношении физических лиц у кредитных организаций более лояльная процентная политика. Процентная ставка за последний год снизилась на 2% и составляет на сегодняшний день 15,4%. Это достаточно такая вот существенная позитивная динамика. И мы ожидаем, что в потребительском кредитовании будет продолжаться позитивная динамика. Прежде всего связано с ипотечными кредитами. И еще хочу подчеркнуть, сейчас население в основном берет ссуды в национальной валюте. Это связано с тем, что кредиты застрахованы от валютных рисков. И население тем самым минимизирует свои риски, связанные с волатильностью на национальной валюте по отношению к доллару и евро. Таких кредитов выдано только 1%. Надежда Викторовна, а вот это потребительское кредитование, было ощущение, что в кризисный период был спад? Или люди, наоборот, в связи с нехваткой денег, рисковали и брали кредиты, не боялись этого? На самом деле спад был достаточно серьезный. Активизация отмечена только в последнее время. Это было связано с тем, что снижались доходы, ужесточалась политика кредитных организаций и была все-таки достаточно высокая процентная ставка. Если сегодня мы можем констатировать, что в целом по потребительским кредитам, включая ипотеку, ставка сложилась в размере 15,4%, то ранее она была более 20%. И не каждый смог взвесь в свои финансовые возможности взять кредит. Уже упомянули ипотечное кредитование. Сейчас есть подвижки по снижению ставок. И насколько часто владимирцы берут именно кредиты для того, чтобы улучшить свои жилищные условия? Такая тенденция на рынке сохраняется. Позитивная динамика в отношении ипотечного кредитования. Если говорить о первом квартале, то в первом квартале ипотечных кредитов получено в сумме 1619 достаточно много. На 2,5 миллиарда рублей. То есть рост мы отмечаем как по количеству кредитов, так и по сумме кредитов. Это тоже, прежде всего, связано с тем, что снижаются процентные ставки по ипотечным кредитам. Средняя ставка, я подчеркну, средняя, она составляет на сегодняшний день 11,45%. Но многие кредитные организации уже сейчас такую ставку считают максимальной и предоставляют более льготные ставки. В зависимости от условий кредитования. На активизацию потребительского кредитования в области ипотеки повлияла и программа государственной поддержки, в рамках которой субсидировались льготные процентные ставки при приобретении первичного жилья. В результате просрочка в ипотечном секторе достаточно небольшая. 1%. То есть у нас заемщики очень активно и добросовестно обслуживают ипотечные кредиты. Очень ответственные у нас заемщики в регионе. Но для банков это такой низкорисковый инструмент, поэтому он будет продолжать развиваться. И ставки, мы ожидаем, будут понижаться в этом сегменте. В марте 2017 года на базе отделения Владимир открылось новое подразделение Банка России Управления по обработке обращений граждан. Что за подразделение, в чем его задача? И продолжим. Интересно, если обращение граждан, значит, на что-то жалуются. Интересно, на что? 3 марта состоялось официальное открытие подразделения на базе отделения Владимир. Подразделение связано с рассмотрением обращений граждан. Но сотрудники в рамках проекта, они не только рассматривают обращения и готовят ответы, но еще активно изучают, анализируют проблемы с тем, чтобы понять удовлетворенность населения, которое они демонстрируют в своих обращениях, жалобах, финансовыми инструментами. То есть, так называемая обратная связь с рынком. Она помогает Банку России строить цивилизованный рынок, который устраивает все стороны участников этого рынка. Если говорить о том, какие обращения превалируют, по статистике в отношении некредитных финансовых организаций и участников корпоративного рынка поступило 29 тысяч обращений. Это на 45% больше, чем в первом квартале прошлого года. Это в целом по России. В целом по России, я цифры говорю, 29 тысяч обращений, на 45 тысяч больше. Но Банк России рассматривает вот такую динамику, как все-таки позитивную динамику, потому что мы сможем получать обратную связь от участников финансового рынка и понимать, что волнует наших граждан. Ну и опять же, получается, что люди стали более финансово грамотны и готовы защищать свои права. Совершенно верно, Екатерина. На что жалуются чаще всего? Если взять, например, наше отделение по Владимирской области, уж не будем по всей России. Я хочу сказать, что динамика для нашего региона характерна так же, как и для всей России. Если касаться финансовых организаций, не кредитных, то там больше всего жалоб у нас поступает на страховые организации. Порядка 80%. Порядка 90%, если рассматриваем там, то это связано в этом сегменте с таким продуктом, как ОСАГО. Половина жалоб по ОСАГО связана с коэффициентом бонус-малус. Это неверный расчет скидок за безварийную езду. И еще одна треть вот сейчас по полюсу электронному, так называемому ЕОСАГО. Одна треть. Банк России обязал страховые организации только с начала этого года в обязательном порядке оформлять полюс ЕОСАГО. И внимательно следить за этой ситуацией. Вот сейчас таких жалоб одна треть. Поэтому если у граждан есть какие-то жалобы по ЕОСАГО, активно Банк России их рассматривает с тем, чтобы также такой продукт финансовый, как ЕПОЛИС, в дальнейшем... В какой форме принимаете обращение граждан? Это должна быть электронная форма? Они чаще звонят или приходят на очный прием? Каналов много на самом деле. Но самый такой канал распространенный, это интернет-приемная Банк России. И можно направить жалобы по адресу www.cbr.ru. Этот адрес – Электронный приемный Банк России, интернет-приемный. И эти жалобы напрямую попадают вот уже в подразделения, которые рассматривают обращения граждан. Таких подразделений у нас два. У нас одно во Владимире, второе в Саратове. Они рассматривают жалобы в целом по стране. Если говорить о том, кто занимает второе место после страховых организаций, то это микрофинансовая организация. Больше всего население жалуется на невозможность возвратить займ. Это самая большая проблема. Центробанк регулирует и микрофинансовые организации? Или у вас есть рычаги воздействия на них? Да. Вначале я уже сказала, что мы стали мегарегулятором. Под надзор к нам перешли страховые организации, микрофинансовые организации. Затем субъекты корпоративных отношений, так называемые, участники профессионального рынка ценных бумаг, государственные пенсионные фонды, рейтинговое агентство. То есть достаточно много субъектов. Да. Кредитная организация, если говорить об этом сегменте, больше всего жалуется на кредитные организации в области потребительского кредитования. И половина из них связана в целом с невозможностью возвратить кредит. Получается такая ситуация, когда гражданин запутывается, берет кредит для того, чтобы погасить уже имеющийся долг, попадает в сложную ситуацию и пишется жалоба в Банк России. Это прежде всего мы связываем с тем, что недостаточно все-таки грамотное финансовое у нас население. Поэтому таких проблем можно было избежать, если прочитать внимательно договор до подписания и оценить свои все-таки финансовые возможности. Надежда Викторовна, наша встреча сегодня подходит к своему завершению. Давайте попробуем подвести некий итог. Если посмотреть на финансовый сектор региона на сегодняшний момент, я правильно понимаю, что мы плавно и достаточно уверенно выходим из кризиса и действительно возвращаемся к докризисным показателям, которые как раз и влияют на наше представление о том, что происходит в экономике региона и страны в целом? Совершенно верно, Екатерина. Мы постепенно возвращаемся к докризисным показателям. У нас происходит постепенное восстановление кредитного портфеля как по физическим лицам, так и по юридическим лицам. Мы занимаем достаточно позитивное место среди регионов в Центральном федеральном округе. По количеству выданных кредитов мы занимаем третье место. Это очень хороший показатель. В регионе сохраняется сберегательная модель поведения населения. И мы предполагаем, что ресурсная база у нас останется достаточно устойчивой. Большую часть сегодняшней встречи мы посвятили новому управлению Центробанка по обработке и обращению граждан. Надежда Викторовна, давайте от вас еще раз обращение к жителям Владимирской области. Вот такие некие постулаты, как правильно сберегать свои средства и не попадать в ловушки, которые могут расставлять нерадивые финансовые организации. Прежде всего нужно обращать внимание на агрессивную рекламу. Если идет агрессивная реклама, обещается высокий процент или какие-то услуги, которые вы понимаете, что они не могут быть выполнены в короткий срок, демонстрируются в короткий срок, нужно обращать внимание на такую рекламу. Потому что тоже существенную часть в жалобах занимают жалобы на нелегальных кредиторов. Такие жалобы есть и у нас в регионе на нелегальных кредиторов. И люди порой в погоне за высоким процентом попадают вот в такую ситуацию, достаточно такую нелицеприятную. Ну и если вдруг какая проблема, Центробанк поможет разобраться и даст верный совет? С созданием подразделений по рассмотрению обращений граждан, обращений и жалоб, срок рассмотрения сокращен значительно. Обратиться можно по адресу www.cbr.ru. Ваши жалобы будут рассмотрены и получат граждане квалифицированные ответы. Спасибо большое за сегодняшнюю встречу в эфире. В студии телеканала «Вариант» была управляющая отделением по Владимирской области Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Надежда Викторовна Калашникова. До встречи в эфире, дорогие друзья. Оставайтесь с телеканалом «Вариант», у нас много всего интересного.